Здравствуйте! Сегодня мы говорим с Александром Вербицким, писателем, и мы хотим обсудить его творчества. Какую роль, Александр, вообще литература занимает в вашей жизни? Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, те, кто будут смотреть наше общение. Очень рад быть в эфире. Литература, вы знаете, да, наверное, очень-очень много. Особенно это очень важно в наше сегодняшнее время, когда люди, ну, так сложилось, мало читают физические носители, все больше уходят в какое-то виртуальное пространство. Началось все с третьего класса средней школы, когда мой отец меня буквально за руку взял и привел в библиотеку. Ну, вот, собственно, с тех пор я стал очень-очень много читать. Вот. А если говорить о том, как бы, когда я начал писать стихи, ну, это как бы тоже, наверное, с того самого детского возраста, когда излагал какие-то свои первые впечатления. А с детства я с родителями жил за границей. А где именно? Да. Отец военный, военнослужащий. И мы жили в Германии, в городе Веймар, город Гёте-Шиллера, Веймарская республика. Да. Да. Вот. И, как бы, все впечатления пытался изложить. А сколько лет вы там жили? Ну, мы там прожили пять лет. То есть офицер служил тогда пять лет с семьей. Я там ходил в школу. Жили мы, как бы, в доме, знаете, в фильм «17 весны» показывают дом Штирлиса с подземным гаражом. Так вот, вот именно в таких вот условиях все аутентично. Да, это была одна из самых популярных возможностей для нас. Да, это была одна из самых популярных возможностей. Да, нет проблем. Мы можем общаться. Это не тема. Немногие люди, которые здесь говорят на немецком, да. Немецкий язык стал родным. Вот. Акцент фай, диалект, с южно-германским диалектом. Вот. Ну, а вы знаете, я хочу вот сказать, что с возрастом так сложилось, что... Я потом сам служил, кстати, в Германии и долго жил в Европе. 14 лет в общей сложности за рубежом, ну, Советского Союза и Украины потом уже, вот. И сравнивая наши системы, знакомый с литературой европейской, американской, в том числе, с философией. Вы знаете, находил много общего и много различий, но всегда объединяет всех, как бы, такая общая ценность, как любовь, как гармония, как, знаете, работа в команде, наверное. Вот то, что сейчас очень важно, когда мир капсулируется, все как-то пытаются разбежаться по своим углам, вот, пандемия в том числе, да. Вот. Но все равно мы придем, несмотря на это, вместе к чему-то, к какому-то единому целому. Вот. И литература, она объединяет это все. Вот. Вне зависимости от того даже, что тематические линии, сами по себе, за исключением таких, вот, знаете, вечных ценностей, вот, ну, вечные ценности, как бы, это та же «Война и мир» Толстого, или произведения Достоевского, или Брэдбери, или Мээн, вот. Или даже Марк Твен, совершенно прекрасный, да. Вот, знаете, все остальное, как бы, вот эти темы, они, как бы, из столетия в столетие повторяются и строятся все равно на чем-то таком вот фундаментальном. А фундаментальное — это жизнь простого человека, это его стремление не то, что стать кем-то или как-то возвыситься, нет. А получить немножечко своего счастья, достичь какого-то своего спокойства и своей гармонии. Вот. И самое главное в этом, ведь я пишу не только стихи, как бы, а сфера моей деятельности — это в большей степени коммуникации. Я пишу о коммуникациях и считаю, что и стихи, и литература, и вообще искусство — это прежде всего коммуникация. А вот второй вопрос, какая она? Кстати, вот я с вашими произведениями тоже ознакомился, очень интересно и советую те, кто еще не прочитал, почитать. То есть мало того, что жизненно, это интересно, это тоже коммуникация, в которой, вот, знаете, от человека к человеку затрагиваются те струны души, которые мы каждый день боимся, знаете, демонстрировать на показ. Вот мы всю жизнь не то, что носим маски, нет, это неправильно, немножко по-другому. Мы, как бы, вынуждены, вынуждены где-то вот закрываться по той простой причине, что, ну, как это говорится, не мы такие, жизнь такая. Но на самом деле мы должны вот с помощью литературы помнить нашу историю. Если вы, Борис, не против, я вот буквально вот сейчас из того, что я вот написал буквально вчера, очень короткое стихотворение, оно посвящено интеллигенции, которую в Беларуси в ночь с 30 на 31 октября расстреляли под Минском, порядка двухсот человек, литераторов и поэтов. Прозрение. Что может быть короче, когда любовь длиннее ночи и миг конца неотвратим? Молчи и слушай, он неповторим, хотя бы потому, что твой, а ты и вовсе не герой, поэт, отмеченный судьбой, непризнанный людьми и властью, прими всеобщему несчастью. Знаете, вот история, история через стихи, чувства через стихи, познание через книги — это вот то, что сейчас, о чём нужно говорить, то, о чём вы говорите, то, что нужно развивать в нашей молодёжи, то, что нужно... Знаете, вот всё равно, кстати, какой молодёжи? Я имею в виду нации, то есть национальность, украинцы ли это, русские, немцы, американцы, канадцы, да господи, не в этом же суть, суть в другом. Куда мы идём? Помним ли мы, имеем ли мы право на будущее? И вот через эту призму я стараюсь, ничего не скрывая, как бы писать и книги, и стихи. Вот сейчас я готовлю вторую книгу стихов. В неё войдут как бы произведения, которые были написаны чуть раньше. Войдут произведения, которые пишутся сейчас. Мы размышления о будущем, например, о квантовом будущем. Почему? Потому что мы сейчас, уже сейчас находимся в квантовой эпохе. Не в какой-то другой, а в квантовой. И это будет уже квантовое мировоззрение. Я так считаю, но то, что я пишу, я основываю на конкретных фактах, которые уже сегодня есть. Назовите как хотите. Научно-техническим прогрессом, чем угодно, но это уже есть. Это другой уровень компьютеров, компьютеризации. Это другой уровень мобильной связи, другой уровень получения информации. Но главное не в этом. Сделает ли это человека лучше? Вот знаете, вот, Борис, у вас есть внуки? Ну, не прямые, то есть двоюродные. Ну, это вот вопрос сейчас не в прямом родстве, то есть не в кровном родстве. А вот вопрос тогда возникает такой. А вот будут ли они читать бумажные книги? Вот, и смогут ли они понять то, что вы хотели донести, я хотел донести или кто-то хотел донести? Потому что... Ну, если они станут историками, наверное, будут... Ну, не всем же, знаете, ну, не всем же быть историками, не всем пройти такой вот насыщенный и интересный... Вот, как вы, допустим, прошли, да? Вот. Или, допустим, как другие люди проходят. У кого-то жизнь может быть гораздо проще. Вот, в одной локации, в одной стране, не выезжая, скажем так, из одного города. А кто-то может проехать и много стран, и жить за рубежом, и поменять много профессий. Правда? Ну, все совершенно по-разному. Вот, я вам хочу сейчас прочитать одно стихотворение, вы знаете, о равнодушии. Я вчера его написал, оно войдет в следующую книгу. Ну, почему равнодушие? Вообще, вот, как бы, откуда это берется? Ну, вы знаете, Украина интересная страна. Я вот здесь вот в столице Украины. Вот. И тут у нас, как бы, не трогая политику, хотя это, как бы, близко мне, потому что это профессионально близко, как политическому консультанту, всегда хорошо критиковать за границу. Знаете, вот, и у нас масс-медиа, они тоже привыкли, как бы, говорить о том, что, ну, вот, вот где-то там за рубежом, вот там хуже, чем у нас. Вот у нас хорошо, а вот там плохо. А вот. И у нас постоянно-постоянно борются за какую-то правду. Причем сложно сказать, а наша ли это правда. И вот я написал вот такое стихотворение, оно, заголовок очень простой, сидящим на попе ровно. Живите в рамках и границах, не сознавая бытия. Ах, что нам эти за границей? Нет, там порядка ни копья. Там, в отдалении, но близком, творится, черти, что поймешь. Высокое вдруг стало низким. А правда, ну, это, как бы, ложь? Нет, невозможно оглядеться, смотря на все через окно. Не слышен стук чьего-то сердца. И крики мимо. Все равно. Спокойней так, душе милее, тепла, уют и благодать. Когда не ты, а те, кто где-то, идут за правду погибать. А мне очень понравилось ваше стихотворение об одиночестве. Я хочу его прочесть нам с вами. У вас над ним написано «Мой Бог, как порою не хочется попасть в не свое одиночество». Вы чувствовали одиночество, когда жить через раз хочется, и нет родных душ рядом, чтоб зацепиться взглядом. Тоска, как туман ранний, и ты, овенокий странник, бредущий сквозь дым иллюзорный, свой внутренний лепрозорий, чтоб там съесть себя без остатка, зная, что это так сладко. Жалеть свою нежную душу, любовь, которой некому слушать, и знать, что придется вылазить наружу из уединения, чуть-чуть не в себе, но чистым, пусть только лишь на мгновение до следующего раза, когда снова в душу нагадят. Потом улыбнуться лукаво и по головке погладят. Мой Бог, как непросто ужиться, и даже порою не хочется с теми, кто вносит нам в душу чуждое надо, одинчество. Да, вы знаете, вот в вашем исполнении я знаю, что, благодарю, даже самому приятно, и приятно вдвойне, и я вам скажу даже больше. Смысл, смысл как бы этого стихотворения просто в том, что я думаю, оно достаточно жизненно и для многих. Конечно. Особенно для многих, знаете, для тех, кто в сложно подчиненных связях. Вот, начиная от различного рода простейших ситуаций, когда ты в пробке, вот, и не можешь куда-то выехать, да, вот, заканчивая, когда ты кому-то подчинен, а заведомо вынужден выполнять то, что является, ну, наверное, даже может быть бессмысленным, я уже не говорю о преступном. Вот, ну, такое бывает. Ну, что тут скажешь? Чтобы ответить на ваш вопрос о внуках, конечно, нас беспокоит, чтобы мы оставили свой след. Любому творческому человеку хочется оставить свой след. Да, книги уходят в прошлое. Мы не сможем их сохранить, они будут как свечки, то есть для красоты, не для того, чтобы освещать. Точно так же, как сейчас, мы можем на романтический вечер увидеть пару свечей на столе, но при этом никто не собирается их использовать для освещения. Точно так же и книги. Ну, может, будут как подарок, как какая-то реликвия, как какой-то сувенир, но книги отжили свой век, ничего с этим не сделаешь. Поэтому я и перешел сюда. Я хочу дать вам голос и прозвучать сам, потому что видео еще, я думаю, долго будет развлекать наших потомков. И то, что в Ютьюбе будет такая Ютьюб-археология, где можно будет откопать и вас, и меня, и наши голоса, и наши мысли. Аудиокниги. Я все перенес в аудиокниги. Но аудиокниг тоже век недолг, потому что пока водят машину и ездят в транспорте, ну, может быть, хотя уже и в транспорте, что и слушать, если можно смотреть, да. Вот. А если станут автоматическими машины, ну, гораздо легче воспринимать видеоряд, чем звук только, да. Вот. Но мы молодцы. Мы пытаемся хотя бы каким-то образом не настаивать на своем, что будущее поколение тупое и дурное. Я очень много общаюсь с молодежью. То есть вот сейчас мы начали передачу «Что посмотреть?» Я мучаюсь. Я предложил молодому парню то, что было интересно мне. Сериал про Маяковского, сериал «Таинственная страсть» по Аксенову, там, прочие вещи. Он говорит, это не мой формат, мне это неинтересно. И он мне свое прислал. Но мне неинтересно, что он прислал. Я сижу, молчусь, смотрю. Ну, для того, чтобы быть в тренде? Не то, чтобы быть в тренде, чтобы понимать. Чтобы понимать. То есть надо действительно стараться. Я очень много общаюсь с молодыми. У нас много передачи с девушками, парнями. Это, во-первых, безумно интересно. Это словно ты отправляешься на машине времени в будущее. Ведь они доживут до конца этого века. И очень много они будут частью этого будущего. Как мы стали частью вот этого нашего сегодняшнего будущего. А ведь мы пришли очень издалека. Вспомните эти семидесятые, вспомните восьмидесятые. это же другой мир, это другая вселенная, другая эпоха вообще. Все другое абсолютно. Иной раз сейчас смотришь старый фильм и не понимаешь. Ну, так достань мобильник, да позвони. Какие проблемы? Или достань мобильник этот смартфон и погугли. Что ты не знаешь там? То есть мы уже не можем себе даже представить, как текла жизнь тех людей. Ну, вы знаете, стихи, стихи, они выживут. Стихи это нечто метафизическое, абсолютно необходимое душам человеческим. И то, что мы тоже отходим от абсолютно кондово-классических форм, как и вы отходите, именно в вашей поэзии чувствуется внутренняя свобода. Вы без оглядки это делаете, и поэтому это хорошо. Это лучше всего отражает и ваш характер, и ваши мысли. И это, как знаете, самая четкая копия слепок вашей души. Когда мы начинаем с оглядкой это делать, не употребляем это слово, пытаемся тут загладить, там обтесать. Вот посмотрите, действительно, стихотворение ваше, оно читается надрывно, с такой внутренней гармонией, с такой силой об одиночестве, которое я вам прочитала, и не только оно, а многие другие тоже. Так что... Если вы не против, я сейчас тоже прочитаю одно стихотворение из новых, «Разговор с молчанием». Да. Как часто мы молчим, а надо бы сказать, все выплеснуть, открыться, развязать, узлы и двери, океан и моря, молчим и позже понимаем зря. Но вроде бы не лжом, а просто не в попад, одни уходим в свой такой привычный ад, где тихо и темно, и мысли водопад, обиды накопив, все отдадим воде, себя освободив, и вновь стремясь туда, где громко и нигде. Тут мешунит вода из слов, что лишь в уме из мысли обо всем, чтобы себя иных без грима показать, но надо ли вообще так душу обнажать? Привычка оставлять открытость на потом, поэтому молчим. Великолепно. А надо, я считаю, надо обнажать, иначе она исчезнет бесследно. Вы понимаете, Борис, вы только что говорили, что нам нужно как минимум выдать по органу бронтозавра или грамоту из 70-х. Знаете, есть такая маленькая только боязнь того, что нас в чем-то могут не понять из тех, кто пережил 70-е, 80-е, а еще больше 90-е. У нас они лихие 90-е. Вот на просторах СНГ. Кстати, знаете, как СНГ в Германии переводится? Ну, там это аббревиатура GUS, а переводится как Gesellschaft mit Mitzaltesünden или Содружество неоплаченное грехов. Да, то есть, видите, и в том, и в том языке, но одинаковый перевод. Так вот, смысл весь в том, что да, конечно, обнажаться где-то надо. Я вам, хотите пример приведу вот такого обнажения. Я закончил магистратуру с красным дипломом нашего киевского, это лучший в стране государственный университет, публичное управление public administration, значит, и со мной учились, ну, понятно, молодые люди, ну, что я, мне сейчас 56, а закончил я 55, и вот у нас совершенно на разных этажах, в красном корпусе разной аудитории, и одна из них предполагала наличие пианино, там стоит пианино, и вот я пришел, опаздывал преподаватель, молодежь, значит, молодежь, характеристика молодежи, 22 года, 23 года, 32 года, 35 лет, да, я там был самый старший, вот, не скажу, что самый умный, вот, но самый старший, а молодежь у нас замечательная, и вот вы знаете, что интересно, я просто начал наигрывать, начал наигрывать, вот, какие-то мелодии, и тут вот я смотрю, внимание, внимание, концентрация внимания, и потом, а мне начинают говорить, а сыграйте вот это, наиграйте вот это, и знаете, что они хотели услышать? Что? Да, они захотели услышать то, что, то, что, как бы, я никогда не думал, и вот я начал играть, я еще начал и петь вдобавок, захотел я молодежь услышать, я спросил у Тополя, я спросил у Ясеня, и вот тут, и вот тут я поразрел. И вот они вспомнили вот эти фильмы той эпохи, из этих фильмов, почему-то вот песни, это те, кому вот там, 23 года, 24, 25 лет, я говорю, ребята, а почему так? Вот, ну, почему, на самом деле, вы знаете, вот степень душевности, это, кстати, вот мы сейчас с вами, знаете, о чем говорим? О носителях и квантовой эпохи, то есть, а будут ли читать книги, дарить их там на дни рождения и прочее, да, десятая, да, пока не почувствуют тактильно вот это физическое носитель, «не поймешь души», это мое личное впечатление, не поймешь души того, что там написано, вот, и, вы знаете, так душевно уже давно не пишут, так душевно уже давно не поют. Вот это вот наша молодежь. Ну, я не буду там, и вы, я сто процентов уверен, с вашим опытом не делите ее там, ни по каким градациям. Пишут и поют, просто не показывают никому. Вот вы пишете, я пишу, много кто еще пишет, и душевно, и поем. Просто вот то, что в тренде, уже не то. Ну, вы знаете, и ведь раньше было, наверное, все то же самое. Я вот в книге о коммуникациях, вот у меня две книги именно о коммуникациях. «Общайся, да не живи» и «Общайся, не живи-2». Там приведены и формулы, и формульный подход применен, и проектный подход, там, и, 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 да, то есть, ну, на самом деле читать и легко, и сложно одновременно. Тот, кто умный, там, ему это несложно, а тот, кто как бы не хочет в этом разбираться, тот сталкивается с этим каждый день на практике. Другое дело, он к этому готов или к этому не готов. Смысл-то весь не в этом. Там просто есть одна фраза, которую вот я говорю, общаясь, а мне приходится проводить и различного рода обучение. Ребята, есть спираль, но если на спираль, то есть история – это спираль, но если посмотреть на спираль сверху, это будет круг. И в большинстве своем, извините, он замкнутый. И вот что вы не делаете, все равно это бег по замкнутому кругу. Другое дело, что кто вы теперь, какое положение вы имеете в этой всей системе координат. вот, поэтому я только за то, чтобы все было гармонично и чтобы вот вы занимались творчеством, имели на это желание, возможности, время, популяризировали других людей, помогая им продвигать самих себя. это вообще супер, вот, честно. И вам тоже желаю творчества, конечно. Да, благодарю, благодарю. Вот, и хочу вам сказать, что сегодня, вот даже я смотрю по саму издату, ну, как сказать, столько пишется различного. Вот, я смотрю, я, ну, подхожу как профессионал с точки зрения статистики. Я захожу даже не в свой раздел, а смотрю общие показатели. Во-первых, очень много, очень всего разного, но, к сожалению, акцент почему-то ушел в модное нынче фэнтези или альтернативщину. Вот, дальше все пошло в экшен, но это как бы такое сугубо лайфовое. Вот, и в этом во всем слышу слово лайфовое. Ну, почему? лайф, лайф как бы. Нет, просто вот впервые в жизни. Вот. То есть, жизненная, лайф. Да, ну да, жизнь. Вот, и знаете, все, впечатление такое, что все это, вот, все трендовые темы, они создаются в одном неусловом каком-то. Я не говорю, что это там ноосфера, по-вернадскому, она там диктует сверху. Но, если вы сами вот тоже проанализируете, вот вы увидите, что вот есть востребованные темы, есть невостребованные темы. Так вот, дай Бог, чтобы стихи, вот, они они были всегда востребованы. И чтобы их учили в школе, даже не столько с точки зрения учили, а читали и преподносили. Вот. Что-то может быть даже более серьезное детям в рифмованной форме. Такая форма обучения есть. Я тоже так, когда занимался с детьми и даже взрослыми, тоже разные вещи им рифмовал, чтобы лучше запоминалось. Совершенно верно. У меня, когда я учился в Суворовском училище, да, и там тоже нам приводили вот такую методику запоминания дат и формул, то есть, вот, химия была и физика. Достаточно сложные предметы. Вот. И нам просто говорили, что вот вы это вот в рифмовке запоминается, а это вот запоминается как бы вот. А вы знаете, когда когда начал искать историю, вообще, откуда это пошло, да, вот, оказалось, что это все-таки ну почти армия, да, что там, 15 лет форма. Вот. Оказалось, что это все пошло еще с далеких-далеких царских времен и не только у нас, это и в других армиях мира, когда рифмовались условные сигналы барабана горна и так далее, и так далее, для понимания, что делать дальше. Да, кстати, вот в церкви же тоже звонари отбивают разные ритмы под самые распространенные «любишь Бога, ходи в храм», «любишь Бога, ходи в храм». если вы не против, я сейчас прочитаю одно небольшое стихотворение, оно посвящено нашей молодежи, вот. Так оно называется, молодежи, как раз вот следующая книга, я его еще чуть-чуть дорабатываю, но я думаю, что автор просто где-то прочитает, где-то поймет себя. Кстати, хочу сказать и о том, что у меня в первой книге моих стихов есть пару таких сказок, они где-то сказки, а где-то чистые технологии. Вот если вы помните, там было о выборах, ну, собственно, кому интересно, тот посмотрит. Итак, молодежи. Молодежное поколение и на все у него есть мнение, на погоду, природу, развитие, экологию, открытие. Всюду лезет, всего ему хочется. Интересно до жути нервической. Что там было лет сто назад с хвостиком, вдали серой и исторической, как живось недалеким пращуром без сегодняшних благ общества. Были все, небось, ящеры и не знали мук творчества. Ни компьютеров ведь не было. Ни сетей с виртуальным общением, паровозы еле-еле двигались и отсутствовало авиасообщение. Вот такая точка зрения не везде, не у всех, но встречается. А планета кружит вечное, все всегда у нее получается. Поколение за поколением ищет истину в тени прошлого, проходя мимо дня настоящего и плохого в нем, и хорошего. Ну, а мы разве были отличными? Круче, что ли? Умнее, серьезнее нифига. Абсолютно все личное и абстрактное, и в чем-то курьезное. Не меняются люди со временем от любви и борьбы до предательства. Ведь они одного семени, изменяются лишь обстоятельства. И опять, как и лет назад, с хвостиком, через век вперед будут искатели. Но нас уже величать бронтозаврами, бронтозаврами молодые, с улыбкой, мечтатели. замечательные. Замечательно. которая была в Фейсбук, а теперь уже не в Фейсбук, вроде бы. Сейчас она вроде бы как будет называться Мета. Наверное, ее переименуют. Ну и что я только там не вижу? Это и коммерческая основа, да, собственно, как и все. Кто для чего использует вообще социальные сети. Мы там видим котиков, мы там видим продвижение бизнеса, мы там видим назойливую рекламу. Ну а я пишу как бы то, что я вижу каждый день или как бы то, что меня волнует и интересует. Я стихи ставлю. Да, вы стихи ставите, а я тоже стараюсь что-то рифмовать. Вот. И вот в книге я где-то выкладываю свои сторис, которые я как раз где-то разместил в Фейсбуке. Вот. Ну вот например последнее это я думаю, что это где-то актуально. Почему? Потому что сейчас пандемия, но опять никакой политики ни в коем случае. Вот. У вас же ведь тоже смартфон, как у меня вот сейчас через него общаюсь. Нет, с компьютера общаюсь, но рядом лежит ну вообще да, но вообще он все равно как бы есть по определению. Вот. По определению он есть, да. То есть коммуникационный гаджет у вас имеется. Вы знаете, я столкнулся с тем, что мой гаджет он меня не воспринимает, если я хочу, допустим, сделать оплату безналичную, если я в маске. Ну вот. Ну а как? У меня же как бы через определение облика морали, а я в маске не понимаю. Вот. И вот я по этому поводу как раз и всего общего происходящего написал буквально следующее. Наденьте маску на смартфон, он тоже хочет быть от пандемии защищен, наденьте ему маску и опять чудесный гаджет будет вас любимых узнавать. От маски близко и до каски, а там знакомый всем противогаз спасет от пандемии вас. Комплект защитный из резины, спешите натянуть поверх машины, квартиру защитите ультразвуком, окуриванием и крымским луком. Предусмотрите все, но помните одно, все наверху давно предрешено. Прекрасно. Поэтому вот эти самые истории, они, вы знаете, каждый день, я уверен, у каждого и ну каждый человек, он не только творец своей судьбы, а вот. Мы разрушитель чужой, я совершенно с вами согласен. Вот мы с вами сделали афоризм один на двоих. Каждый человек не только творец своей судьбы, но и разрушитель чужой. Это пять. Это пять. Это пять. Вот. И я вам сейчас вот по поводу разрушителя чужой, но здесь вот, извините, я понимаю, что у вас совершенно не политический канал, но это как бы сугубо у нас происходящее в нашем... Я с удовольствием ругаю как тех, так и других. Я, смотрите, я никого не ругаю, более того, я никого не называю, но вот, но по состоянию на сегодняшний день, на конец октября месяца, на его завершение. Вот. Если, так сказать, наши граждане, жители Украины, они это услышат, то они поймут, исходя из повестки дня, новостей. Диалог в нашем... в наших первых кабинетах на самом-самом-самом верху, в самом-самом верху. А что там говорит народ? Да положите вы на эту публику. Ей, как той бабе, что не делает, все равно орет. Я, например, за жесткую президентскую республику. Моя не баба. Леди них денег нет. И глянем, кто у нас свободный и отважный. Потом осправим, если что, сошлемся на латинский алфавит. А что? Идея неплоха. Пускай голова у них болит. Пусть голова у них болит. Да. То есть вот... Слушайте, у меня идея. Давайте попросите у Путина взамен Крыма Чукотку. И туда сошлите всех своих политиков. Вы знаете, вы знаете, дело в том, что мы с вами... Вы сейчас вот сказали, а ведь шутим-то на эту тему не мы первые. Первые пошутили КВН. Это был, по-моему, команда Минска, которая пошутила, что если Беларусь войдет в их содружество, в единое государство, то Беларусь расширится аж до Японии. Поэтому алгоритму они идут уже очень давно. А что касается наших политиков, вы знаете, в очень многих книгах, по-моему, сейчас вот я скажу вам даже, у кого я последнего прочитал, по-моему, Юрия... То ли у Юлия Валина, то ли у кого-то еще... Но смысл в чем? Обосновали необходимость парламента, любого причем. И очень правильно обосновали, с точки зрения того, что должна быть такая Клоака, в которой стекаются все мнения, но в результате выпускается пар и должно быть какое-то продуктивное решение. Но это как, знаете, емкость для производства биогаза. Второй вопрос, только вот теперь он главный, это культура работы этого самого аппарата внутри. То есть, вот как он бурлит, как там накапливается и все, как он бурлит. Где-то это имеет свою историю и традиции, а где-то к этому только идут. Но вот у нас пока к этому только идут. И, соответственно, пока идут, коэффициент полезного действия, он, ну, не совсем как бы тот, который бы хотелось. В других странах по-другому и совершенно другая система управления. Но это как бы уже... Нет, главная проблема, у вас некуда ссылать. У вас нету Чукотки. Нет, но у нас нет жесткого управления, и слава богу. Куда в Украине ссылать? В Украине? Ну, почему есть куда? Ну, зачем это? Ну, есть у нас серая зона, у нас война, можно сослать на границу, на границу можно сослать с Донбассом. Надо так, чтобы Чукотка. А, чтобы холодно сразу, да? То есть, из зоны комфорта сразу куда-нибудь холод отправить. Вот. Ну, это чересчур. Знаете, как в фильме в старом, помните, этот волюнтаризм. Попрошу, попрошу в моем доме не выражаться. Вот. Ну, я не думаю, что Чукотка это было бы. Хотя, вы знаете, не зря же на самом деле Япония так хочет Чукотку. Наверное, там что-то есть, что-то они знают. Если Россия еще не все нашла. Чукчи, они мудрые. Ну, наверное, да. Вот. Есть небольшое стихотворение у меня, не помнящим прошлое. Мы с вами как раз говорили о том, что люди вспомнят или не вспомнят. Ну, вот, процессы, которые происходят не только у нас, но все-таки к нам, они, наверное, имеют большее отношение. Вот, они выглядят примерно так. Обгадить все, чтобы забыли, не вспоминали, не любили, события переписать и вновь на грабли наступать. У нас так могут. Это норма. Писать историю с прикорма, с руки, что держат булаву от тех, кто вечно на плаву. Вот, ну, к сожалению, это так, но я думаю, что пройдет чуть-чуть немного, немного времени и как бы все будет возвращаться на свои места. Медленно, уверенно, в свое русло. А вы на поэму не хотите замахнуться? Вы знаете, на поэму я замахнуться наверное бы и с удовольствием, но пока я должен понять основное. А поэма о чем? А я вот замахнулся, назвал местоимение. Уже написал, сейчас ты пишу. Ага. Подход, вы знаете, такой системный подход. Мне кажется, кто-то это делал, Майковский, по-моему, что-то такое делал, но мне плевать. Важно, структурка есть. Без структурки это трудно. Ну, вы знаете, да, без контент-плана вообще ничего не сделаешь, только называет его по-моему. Кто такой я, я себе приблизительно представляю. Кто такой ты? Ну, это Бог, конечно. А мы? Еще не приду. Ну, это треугольник, в котором, как бы, исходя из теории коммуникации, я, мы, в этом треугольнике как бы все крутится. А давайте немного о нежности. Вы не против? Пожалуйста. А давай немного о нежности, о крайности, неизбежности, границе любви и причастия, акта слияния и соучастия. А может, о ней, как опознание твоей и моей страсти и мании, что как болезнь завладевает сознанием, отодвигая все на потом, семью, работу, дом. Без нежности нет понимания и слов, желания жить и высшего чувства, любовь. Что мы без нее, без заботы, пустышки, флагштоп и фидерные вышки, трансляторы чьих-то слов, знамен инсталляции, душ людских не развития, а не гляция. Нам жить с ней или без, выбирая из двух, одно. Мир черно-бел, или цветное кино, где по радуге нежности, держа рука, в руке идут двое, улыбаясь, не страшась ничего и налегке, сквозь жизнь с любовью ища и борясь, несмотря на дождь, жару, туман или грязь. Великолепно. Можно еще раз про аннигиляцию? Очень гениально. Как там строка? Сейчас я вам скажу эту строку про аннигиляцию. Трансляторы чьих-то слов, знамен инсталляции, душ людских, не развитие, а аннигиляция. Очень хорошо. И знаете, очень многое из того, что я пишу, параллельно со стихами я сейчас пишу две книги. Одна из них о событиях 2014-го по нынешний год, 2021-й. У вас очень интересно местоимение, как вы сказали, можно понимать двояко местоимение. И как в прямом смысле, так и в переносном. А у меня украинская «Зебра». Да, причем к «Зе» как к бренду никакого отношения не имеет. На самом деле «Зебра» то есть черно-белая, а сегодня она цветная, то есть красная еще как разметка. Мы переходим через дорогу и разметка есть и желтая, и красная, и всякая. Так вот, смысл здесь в том, что я анализирую почему у нас что как и пытаюсь выйти на то, а что же нас ждет дальше. Вообще любой человек, я думаю, особенно умный человек, он всегда задает себе главный вопрос. А что дальше? Ну, то есть это первое сомневается в себе, правильно ли я все делаю, и второе задает вопрос «А что дальше?» Ну, понятно, что не сомневаются, только тот, кто не ошибается, только тот, кто ничего не делает. Вот. Ну вот, это одна книга. И вторая книга сейчас продолжение коммуникации «Цифровое мировоззрение», то есть «Квантовая коммуникация». А почему, кстати, почему сподвигла на «Квантовая коммуникация»? Дело все в том, что мы вот сейчас с вами общаемся в цифровом режиме, ну, в цифровом формате. Это так правильно называется. Аудиовизуальный контакт в цифровом формате. Вот. На заданной определенной скорости какой-то коннект у нас создался, но дело в том, что уже сейчас, на сегодняшний день, разработаны компьютеры, работающие на квантово-фотонных принципах, и они работают в тысячу раз быстрее. Ну, а теперь представим себе все электронное, то есть, допустим, сектор ГОРМЭТ, работающий гораздо быстрее. Представляете себе? А услуги, а продвижение рекламы, а ведь, знаете, в чем основная фишка этого всего? Она в том, что этот компьютер, он уже сравнили к искусственному интеллекту и просчитывает многовариантность. В отличие от компьютера перед вами, сейчас перед вами, допустим, леттоп, ноутбук, может быть, что-то другое, да, если вы откроете много вкладок, у вас будет падать производительность. Так же, как у меня, кстати. Вот. Там, при том, что мы зададим одну задачу и поставим параметры условия, там будут выдавать нам десятки решений в зависимости от различного рода условий. То есть, вот, ну вот, как бы, к чему мы идем. Вот. Вот. Поэтому, ну, в связи с этим будет меняться все, и причем, я думаю, что в ближайшие 5-7 лет, то, о чем, кстати, говорил Лон Маск. Вот. Вот там у меня есть небольшая сказка от Лона Маска. Это как раз и четко снимал с того, что он рассказывал. Смешно звучит сказка от Илона Маска. Нет, ну, есть, как бы, я просто взял его интервью, где он сказал одну интересную вещь о антиматерии. Ну, вообще, задумайтесь, человек говорит о том, что в будущем антиматерия будет играть очень-очень большую роль места и функцию. Роль, место и функцию. займет свое место, будет играть большую роль и еще и функцию. Но на сегодняшний день мы понимаем, что антиматерия это то, что полностью уничтожает материю. Она, во-первых, очень дорогая бы, она неуправляема и труднодобываема. То есть, она дороже всего на свете. Вот. И вот человек это спокойно говорит. И знаете, что вот самое интересное? Ведь судя по капитализации компании Tesla, есть основания ему верить. Компания, которая обошла очень-очень многие сейчас за триллион, есть основания верить тому, что, знаете, вот когда он что-то знает. Он что-то знает. Он же занимается постоянно, он думает о ракетных двигателях. Естественно, Я думаю, не только. Нет, но наиболее эффективная реакция во Вселенной это аннигиляция вещества и антивещества, когда 100% массы по формуле И равно МС квадрат превращается в энергию. То есть, 100% массы превращается в энергию. И нет более эффективного выделения энергии. Получается, что считанный там грамм вещества такого, когда он начинает взаимодействовать с антивещества с существом и происходит аннигиляция, вырабатывается очень много энергии, достаточной для того, чтобы разогнать корабль до около световых скоростей. да, вы совершенно правы, ее трудно получить, она сразу аннигилирует в норме, да, то есть, только при определенных процессах ее мы можем получить, и удержать мы ее не можем, потому что она немедленно аннигилирует, особенно, если мы ее рекомбинируем в полноценное вещество, как антиводород, где происходит рекомбинация и позитрон рекомбинирует с антипротоном, тогда этот антиатом становится нейтральным, и мы его не можем даже удержать магнитными ловушками, то есть, он сразу будет аннигилировать с чем-то. Да, и тогда мы сами сейчас придем в теорию заговора. Ну, почему заговоры? Ну, почему? Смотрите, первыми подобного рода исследования стали производить в Дубне, насколько я помню, еще в конце всего Советского Союза. Никто не говорит про... А потом не стало Советского Союза. А потом появился ЦЕРН, а потом появился ЦЕРН, бомбы на роде веществе. Вот, 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 смотрите, а потом появился ЦЕРН, а потом появился коллайдер, вот, а потом как бы заговорили о кварках и мизонах, да, и о роли нейтрина в этом во всем, да, то есть, а что с ним делать? Оно же нейтрина по определению? Ну, нейтрина, что с ним сделаете? У нас вот, смотрите, в севере провинции есть шахта, где его ловят. Правильно. Да. Но вот именно что с ним делать, а в какую сторону его повернуть? Какой, попытаться дать ему заряд, чтобы оно превратилось во что? И вот... Нейтрина нейтральная, оно не реагирует практически ни с чем никогда. Я допускаю, знаете, допускаю вполне, что современная наука наша, она еще идет, идет и будет идти к таким интересным открытиям, что это время ближайшего будущего, и слава богу, что мы с вами в это время живем, и увидим, и услышим, и узнаем. Потому что, ну, можно, конечно, быть, как у нас говорят, ванговать, то есть что-то предсказывать, хотя это очень неблагородное дело. Но вот уже, как у нас говорят, наговорили на два срока, да, уже, уже, как бы, уже сказали о том, что в ближайшие 5-7 лет будет полностью изменена конфигурация гаджетов и девайсов, которые занимаются вычислением. Если брать 50-е годы, то это было, самое крутое, это было IBM в мире. Но мы говорим о том, что... про квантовые говорят больше, что все-таки это будет сочетание обычных и квантовых. А вот это вот уже, смотрите, это уже смешно. Потому что, в принципе, обычные решают наши задачи нормально, а у квантовых есть свои недостатки. Они очень хрупкие из-за того, что там на суперпозицию, в которой находятся как бы биты информации, да, может подействовать любое излучение какие-то. То есть, они очень... Их надо как-то вот сохранять от этого всего. Я не думаю, что мы будем носить квантовые компьютеры у себя в кармане. Я думаю, это будут стационарные серверы, куда будут посылаться определенные запросы, и там будут производиться стационарно необходимые вычисления для кодирования или декодирования паспортов. Вот такие вот вещи, скорее всего, для начала. для того, но вот этот вот интерфейс, он останется, скорее всего, обычный. Тем более, что он еще не исчерпал своего потенциала развития. Несмотря на то, что закон Мура рано или поздно очень скоро перестанет действовать, количество микросхем не будет удваиваться на единицу, количества транзисторов на единицу микросхемы, потому что мы уже дошли до размеров атомов в создании этих транзисторов, и дальше идти невозможно. Но те, кто занимаются архитектурой, планированием и дизайном микросхем, они еще имеют много, что сделать для того, чтобы сделать еще более эффективными вот. Поэтому я думаю, что это будет сочетание технологий, но сам факт появления квадтового компьютера, конечно, может изменить очень многое. Мы сможем решать задачи, которые никогда бы не могли решать до того. С одной стороны, вся система нашей секьюрити упадет, потому что он может сломать все коды, в том числе биткоина, кстати, и этого надо опасаться, потому что биткоин, в принципе, невозможно переделывать на квантовое компутирование, скорее всего. Это вот может произойти именно кризис за счет того, что если он действительно возьмется, то он развалит всю эту систему. Но, с другой стороны, может создать новую систему, которую уже не развалишь, потому что... Будет кванткоин? Вот что-то такое. Нет, это первое. А второе, если говорить о какой-то долгосрочной перспективе, то, в принципе, понимаете, мы возьмем с вами историю, и включим историю Соединенных Штатов. Вообще американского континента, когда появился IBM, телекоммуникационные системы, они стали развиваться по пути приставки модема к телексу. То есть вот это смешанная система. То есть связи, скажем так, аналоговая с цифровой или полуцифровой, полуцифра, потом уже только перешли на цифру. Хотя на самом деле цифра существовала тогда уже у военных, причем на двух континентах, и на американском, соответственно, и на европейском континенте. Вот этим путем пошли. Обязательно то же самое, я думаю, будет происходить и с квантовыми имуществами. Вы совершенно правы, на 200% согласны, что облачные технологии претерпят очень большие изменения. Во-первых, по объемам хранения раз, во-вторых, по защищенности два, ну и, соответственно, понятно, возникнут риски по взлому и прочим, прочим, прочим. По коинам, ну это вообще как бы, ну смотрите, на первом месте стоит Китай сегодня по квантовым технологиям, рядышком с ними США, а где Китай, там, соответственно, кто? Это как бы Россия с знаменитым Новосибирском. Ну не только. Там, где Новосибирск, там и Дубно, Академгородок, а какие там девушки на пляже водохранилища, боже мой. Ну тогда давайте о молодежи. Я вам скажу, что сразу вот так с темы на тему недавно подслушал разговор двух связистов. Такие дядьки, ну как дядьки, дядьки, которые под 40 лет, я как бы уже старше, вот, и вот два дядьки разговаривают о современной молодежи. Разговаривают. Вот это нынешнее поколение, это вот, ты знаешь, как вышки для мобильной связи. Высокие акселераты и без фундамента можно монтировать даже на грязь. Или транслируют какого угодно оператора. А нас обвиняют в хреновом покрытии и сигнале. Да еще о шуме и эхо в мобильном канале. На них можно насыпить любой усилитель и гнать через них, как через тот носитель, все что угодно. От новостей до музыки и радиоинтернета. Им все равно. Лишь бы бабки оттолки в башке нет. Легкие по скриптам. Интересно, кто эти дяди в юности и молодости были? Сразу после роддома на работу уже ходили. Мудрые папы с мамой, не зашторенные современной рекламой. Без забот в семье и высокая зарплата. Слушая порой сетвания таких в кавычках профи, я понимаю, что им все, кроме них самих, кофе. Они состарились, не успев на свет появиться. С ними наша страна, ну, точно не возродится. Будут ворчать, стонать, искать причины и поводы, свою пользу, перекручивать факты и приводить доводы, чтобы только на своем месте остаться. Не дать дорогу молодым, пусть пока и без опыта, не желающим идти вперед с радостными криками и без унылого шепота. Вот. Сегодня у нас получились и лирики, и физики. Абсолютно верно. Мы с вами вспомнили, по-моему, все. 50-е, 60-е, и зашли в будущее. Самое главное, у меня есть одна зрительница, она, как только мы слегка начинаем что-то вспоминать, она нам пишет, что вы как два старых пердуна сели на лавочке, вспоминаете, как оно было. Ну, она вообще старая пердуня, вот она сейчас слушает, чтобы знала тоже. Ну, мы с вами, по-моему, сегодня говорили о любви, о нежности, о современных технологиях, о политике, о международном общении, о коммуникациях. Да. Да. И еще даже немного посплетничать. И так, кстати, между прочим, мы говорили на иностранном языке. О, да. А вы еще вдобавок подхватили слово лайфов. Ну, все. Генау, генау. 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 Ну, что ж, большое вам спасибо. И вам дальше. Ауфин Эрзейн. Я, как у нас говорят файные немцы, бисбальд. До скорого. Всего лучшего. Или шпас. Взаимно. Энфас. Да. Всех благ вам. Всего хорошего. Благодарю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова